Теперь за медицинской помощью для маленьких пациентов Звенигорода далеко ездить не надо. 1 апреля здесь открылся детский стационар. Сразу при поступлении больному проведут первичное обследование, поставят диагноз, назначат лечение. Оформляем историю болезни, осматриваем ребёнка, делаем план обследования, план лечения. Затем пациента отправляют в палату. Малыши располагают вместе с родителями. Для грудничков предусмотрены детские кроватки. В небольших палатах есть всё необходимое. Для досуга обустроена игровая комната. О каждом заботится квалифицированный персонал, медсёстры и врачи. Поступают дети с соматической патологией. Мы показываем помощь детям с бронхитами, с пневмониями, с сахарным диабетом, анемией, аллергические заболевания. Для установления диагноза здесь проводят любые обследования. Делают ЭКГ, рентген, берут все виды анализов. Клинический анализ, биохимический анализ. Отправляем в лабораторию местная, здесь клиническая лаборатория, лаборатория Одинцова и те лаборатории, с которыми сотрудничает Одинцовская областная больница. За каждым больным ведётся круглосуточное наблюдение заведующей отделением и участковыми поликлиники. В прошлом месяце здесь поправили здоровье более 40 детей. Больше всего малыши страдают лёгочными заболеваниями. Ингаляции – один из самых эффективных способов их лечения. Кабинет, где детям проводят ингаляции с отхаркивающими препаратами, значит, броходилетаторами, при одышке, при, значит, малопродуктивном кашле. В специальном кабинете проводят физиопроцедуры. Стационар рассчитан на 22 пациента. Лучше всего, чтобы больничные койки пустовали. Но если всё же возникнут проблемы со здоровьем, любой может обратиться в педиатрическое отделение. Здесь ему окажут необходимую квалифицированную помощь. Полина Бахова, Фарид Хариддинов, телекомпания Одинцова.